1 марта 1881 года террористы убили императора Александра Второго Освободителя, который 20 лет назад отменил крепостное право. Гриневицкий, бросавший бомбу, умер на месте. Пять организаторов покушения, членов партии народной воли, среди которых и Желябов, и Перовская, и Кибальчич, были схвачены, дожидались суда и смертной казни. Молодой царь Александр Третий был совершенно оглушен происходящим, находился в полной растерянности, и что делать дальше, должно было стать его первым самостоятельным политическим решением. И в этот момент ему написал письмо Лев Николаевич Толстой. «Я буду писать вам просто, как человек человеку», — начал он. «Террористы — враги нашего Отечества, презренные мальчишки, безбожные твари, но кем бы они ни были, простите их, ведь Христос заповедовал нам прощать своих врагов, поступите по Божье. Так, одним словом прощения, вы морально убьете все зло, которое точит Россию, и революционная борьба растает, как воск от огня. Но если вы не простите, если казните преступников, то зло родит зло, и на место трех-четырех повешенных придут 30-40, и зло будет уже не остановить». Толстой чувствовал, что сейчас какой-то очень важный, очень поворотный момент в истории России. Но в то время у молодого царя, у Александра Третьего, был другой важный советчик Константин Петрович Победоносцев. Победоносцев стал на долгое время главным идеологом царствования Александра Третьего. Он выступал против конституции и против либеральных реформ отца. Он хотел, чтобы Россия пошла по совершенно другому пути. Кто был этот Константин Петрович Победоносцев? Что стояло за советами этих двух великих людей своего времени, и кто из них оказался прав? Но Толстой не просто так отправил письмо новому императору. Ему рассказывали, что Александр Третий в детстве плакал над его севастопольскими рассказами, и Толстой верил в успех своего письма. Он надеялся, что император прислушается к его доводам, и все-таки сможет простить убийц отца. Но передать письмо мог тогда только один человек, который находился ближе всего к императору, это оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Победоносцев посмотрел его письмо, пробежался по его доводам и пришел просто в ужас. Мало того, что он не передал письмо Толстого, он еще поспешил написать императору упредительное письмо. До вас хотят донести извращенную мысль простить убийц вашего отца. Умоляю вас, ваше величество, пожалуйста, не делайте этого. Вся русская земля просит, требует мщения. Если вы не казните, если вы простите убийц, это поколеблет сердца ваших подданных, начнется хаос, и революции будет уже не избежать. Так что же это был за человек, который с первого взгляда кажется таким кровожадным? Победоносцев довольно долгое время находился на самой вершине власти. Его даже называли некоронованным правителем России, но кажется, Победоносцев оставил по себе какую-то в основном не очень добрую славу. Мало кто признавал его несомненные заслуги. Например, создание целой системы церковно-приходских школ для крестьянских детей. Интеллигенция больше всего или лучше всего запомнила его запретительную политику. Как он, например, запрещал театрам ставить свои спектакли в период Великого Поста. Либеральный министр Милютин писал, что с воцарением Победоносцева в воздухе запахло ладаном и постным маслом. Но возвышение Победоносцева началось с очень человеческой истории. Вообще Победоносцев начинал как талантливый правовед. Он происходил из достаточно незнатной семьи. Его отец был разночинцем, который получил высшее образование, учился в Московском университете, стал профессором Московского университета и дослужился до дворянства. По юности Победоносцев даже поддерживал либеральные идеи, либеральные реформы Александра Второго, участвовал в каких-то комитетах, но быстро в либеральных реформах разочаровался. Он понял, что они были неправильные, что они оказались половинчатыми и поэтому разрушительными и не угодили всем слоям российского общества. Победоносцев тоже поступил в Московский университет, вслед за его отцом тоже стал профессором Московского университета и его как блестящего правоведа, блестящего знатока русского права заметили и пригласили во дворец воспитателем двух великих князей, двух сыновей Александра Второго Николая и Александра. Николаю тогда было 18 лет, Александру 16 лет, а Победоносцев всего 34. Николай, наследник престола, был очень талантливым молодым человеком. Все вокруг отмечали его невероятную начитанность, то, как он все схватывал на лету. Он был действительно очень умным, очень талантливым, очень красивым, очень добрым молодым человеком и как-то все души в нем не чаяли. Придворные западники сражались с придворными славянофилами за то, чтобы определить, в каких идеалах воспитывать его, как-то рассказывать ему о единстве путей России и Европы или делать акцент на своеобразии России. Победоносцев, который к тому моменту был уже очень религиозным человеком и понимал, что от грядущих потрясений Россию спасет только сильное самодержавие, с неудовольствием замечал, что новый наследник, молодой мудрец, как-то очень любит поговорить о конституции, любит поговорить о свободах, а его младший брат Александр был как-то человеком попроще. Никаких больших успехов ни в чем у него не было, никаких надежд он не подавал, при дворе его считали немножко ограниченным, никто не спорил о его воспитании, как будто о нем вообще немножко все забыли. Все его считали немножко отсталым, немножко ограниченным братом будущего блестящего императора. В 1865 году пришла беда. Молодой наследник Николай заболел и умер от туберкулезного менингита. Для всех это конечно был страшный удар, все оглянулись, посмотрели по сторонам и поняли, что новый наследник это вот этот немножко отсталый Александр. Победоносцеву сказали переключиться теперь на него и Победоносцев стал встречаться с Александром часто три раза в неделю на занятиях по гражданскому праву и нужно сказать, что Победоносцева сразу несколько неприятно удивила бедность знаний Александра, но Александр очень нуждался в опытном наставнике. Интересно, что среди окружения Александра не было человека и не было вообще людей, которые могли научить его заниматься политикой, ну как-то в самых общих чертах. А вы только представьте себе ситуацию, что человек в один день стал наследником престола. То есть вчера его еще никто не замечал, вчера он был еще никому не интересен, а сегодня стал всем очень люб. Сегодня все на него смотрят, всем он кажется таким интересным, всем он кажется таким нужным. Сразу в один час к нему стали приходить какие-то сановники, приносить какие-то бумаги на подпись, сразу появились какие-то просители, умоляю вас не забудьте про моего сыночка, умоляю вас делайте для нас какое-нибудь исключение. Александр просто убегал, просто прятался от этих просителей, был совершенно растерян и совершенно не понимал, что делать и просил помощи у своего учителя Победоносцева. В тот момент они особенно сблизились. Победоносцев не только составлял за Александра какие-то официальные бумаги и объяснял, как ему общаться с просителями, он пытался очень активно влиять на его мировоззрение, пытался воспитывать его в тех идеалах, которые разделял сам. Например, Победоносцев очень хотел, чтобы Александр узнал и полюбил историю своего народа и историю своей страны. Он настаивал на поездках по России, а не по Европе и на общении с простыми людьми. Он показывал ему какие-то предметы старины, он показывал ему храмы, он приносил ему читать Лескова, Достоевского и Константина Леонтьева, он приносил ему читать славянофильский журнал «Москва» и буквально выделял в нем какие-то куски статей, которые будущему императору описательно нужно прочитать. И можно сказать, что к концу 70-х годов будущий император Александр III смотрел на мир глазами Победоносцева. Что же касается революционного движения, Победоносцев был убежден, что в появлении террористов-бомбистов виновата дряблое либеральное правительство Александра II. Вместо того, чтобы подавлять все эти маленькие революционные кружки в самом зачатке, самым жестоким, жестким и самым быстрым образом, правительство проявляет какую-то непоследовательность и только провоцирует их на новые преступления. На Победоносцева очень сильное впечатление произвела история Веры Засулич, которая произошла в 1878 году. Его даже не так поразило, что молодая девушка-народница пришла на прием к градоначальнику Петербурга Трепову, вынула револьвер и стрельнула ему в живот, сколько ему поразило, что ее полностью оправдал суд присяжных. Полностью оправдал. Толпа, которая стояла вокруг суда, под зданием суда, она ликовала. Все западные газеты вышли с восторженными статьями, посвященные Вере Засулич, а Победоносцев просто не понимал, как это вообще возможно. Человека, который на глазах у всех стрелял в одного из важнейших, самых высших российских чиновников, пытался его убить, его выносят, буквально на руках выносят из здания суда, как героя, и несут по улице, и начинается просто какой-то митинг в честь Веры Засулич. Ну как это может быть? Это же какое-то безумие, это же какая-то болезнь. Общество в тот момент и правда находилось в глубоком кризисе. Вот кажется, в 1861 году освободили крестьян. Великое дело, великая реформа. Но их так освободили без земли, что через 20 лет крестьяне стали жить гораздо хуже и гораздо беднее, чем жили при крепостном праве. И даже сечь их стали больше, чем при крепостном праве. Что это за реформа такая? Может быть это какая-то ошибка реформаторов? Нет. Народовольцы, революционеры, бомбисты считали, что это никакая не ошибка. Просто правительство и помещики обманули крестьян и ограбили. И нужно их свергать революционным путем. Сначала думали, что народу нужно объяснить, кто их главный враг, чтобы началась такая народная низовая крестьянская революция. Но после неудачи вхождения в народ поняли, что никаких не остается методов, кроме террора. И решили убить царя. Решили, что если убьют царя, значит вся эта махина самодержавной системы будет дезорганизованной. И рассыпется, и народ взбунтуется. И началась просто охота на царя. Взрывали поезд, в котором он едет. Производили взрыв в Зимнем дворце. Попутно взрывали и убивали каких-то жандармов, каких-то прокуроров в отместку за своих товарищей. Одним словом, 1878-79-80 год — это время, когда противодействие власти и террористов достигло своего пика. И весь этот период, все эти годы, победоносцев говорил наследнику одно и то же. Что всех этих террористов нужно убивать сразу по законам военного времени без суда и следствия. И только таким образом можно сбить накал этого революционного времени. И поэтому, когда в 1881 году террористы все-таки убили несчастного Александра Второго, наследнику никак в голову не могла прийти толстовская идея простить кого-то и помиловать. И вообще, нужно сказать, что Александр и Победоносцев были очень похожи, или были чем-то похожи. Они оба были как будто чужаками при дворе. Философ и публицист Василий Васильевич Розенов писал о победоносцеве интересные слова. Бывает, что дитя улицы, уличного волчонка, добрая фея перенесет во дворец, в аристократию, в раззолоченные круги. И он там стоит все время, нахмурившийся, угрюмый, и только и делает, что рычит и кусается. Вот Победоносцев казался ему к таким уличным волчонкам совершенно чужим при дворе. Он и правда не умел ни хитрить, ни заискивать. Он как-то говорил все время прямо, и это всем не очень нравилось. Он как длинная сучковатая палка, тоже продолжал свои метафоры Розенов, все время совался в сложный механизм государственной власти, и поэтому всем людям, которые там у власти находились, он не нравился, и они его постепенно как-то выталкивали. А он чувствовал себя последним удерживающим. То есть, если он дрогнет, то силы хаоса затопят всю Россию. И поэтому он стоял такой сухой, костлявый в своем потертом мундире, в своем потертом сюртуке и считал, что он абсолютно прав. Его враги его воспринимали плоско, ну как старый реакционер. А Победоносцев был совсем не плоским человеком. Например, его любимым занятием было затеряться в церкви в толпе людей. Победоносцев был очень религиозным человеком, очень любил ходить в церковь, но он ходил не в такую дистиллированную дворцовую церковь, а он ходил в простую церковь, где были простые мужики, у которых армики пахли, где дети плакали и все время сморкались. И вот ему нравилось там среди них стоять незамеченным и быть как бы вместе с народом. 1881 год, год убийства императора, был очень важным годом и в жизни Льва Николаевича Толстого. Именно тогда он сформулировал свою концепцию непротивления злу, которая потом стала основой всей его большой моральной доктрины. Тогда ему открылось, у него было озарение, что в Нагорной проповеди, в Евангелии Христос дал еще и программу социальных преобразований, как справиться с войнами, рабством, насилием, неравенством. С его точки зрения нужно просто буквально исполнять заповеди Нагорной проповеди, главные из которых не протився злу. Если так делать, то цепочка зла на каждом конкретном человеке может прерваться, цепочка насилия, и зло постепенно сойдет на нет. Народовольцы при всей жестокости своих терактов имели очень строгий моральный кодекс и убивали только тех чиновников, которых считали преступниками. Вот Вера Засулич, например, стреляла не просто в чиновника Трепова. Она вершила над ним революционное мщение за своих товарищей. А Александр Третий, с точки зрения Толстого, только взошедший на престол, еще же ничего не совершил. И если бы он их простил, он бы полностью убил моральное оправдание дальнейших терактов. И может быть теракты действительно закончились. В этих словах Толстого действительно была какая-то логика и был какой-то смысл. Толстой и победоносцев постоянно говорили о России и постоянно думали о ее будущем. А каким они видели это будущее? Вот здесь интересная история. Когда в 1848 году великий критик Виссарион Григорьевич Белинский умирал от туберкулеза, от чахотки, он каждый день ходил смотреть на строительство железной дороги. Тогда строилась железная дорога Николаевская, которая должна была объединить Москву и Петербург. И он ходил на нее смотреть. Это было для него главной радостью и главной надеждой. Железную дорогу он воспринимал как нечто такое, что в самые отдаленные уголки Российской империи, в самые темные уголки, принесет просвещение и цивилизацию. А вот Толстой и победоносцев железные дороги не любили. Толстому сначала нравилась быстрота передвижения на железной дороге, но потом, даже в этой экономии времени, он увидел недостаток. «Теперь люди стали больше ездить не по делу, а из праздности», – писал он. Его не столько смущало расширение железнодорожной сети, его смущало то, что появилась такая новая порода людей, как бы профессиональных путешественников, которые только и делают, что ездят туда-сюда по железной дороге, вместо того, чтобы заниматься какими-то насущными делами, вместо того, чтобы решать свои нерешенные проблемы, как бы мы сказали сейчас. А победоносцева как раз смущало расширение железнодорожной сети. Ему хотелось сохранить первозданную чистоту, первозданную простоту вот этих самых удаленных, самых темных уголков Российской империи. Ему казалось, что дворяне и интеллигенция, то есть все эти образованные люди, они поддались европеизации, забыли Бога, оторвались от народа и таким образом могут его только испортить. И с этой точки зрения расширение железной дороги несло только разрушение. Железная дорога по нему несла не цивилизацию, а разрушение. Вот интересно, в 1886 году в Аничков дворец было проведено электричество, в следующем, в 1887 году в Петергофский дворец. То есть вместо целого леса свечей над головами императорской семьи загорелись лампочки. И кажется, что это символ какого-то фундаментального изменения эпох. Что время надушенных писем, поэзии, реверансов, дуэлей заканчивается. Начинается век стали, капитала и банковских операций. А победоносцу казалось, что можно просто взять и остановить прогресс. И Толстой тоже считал, что можно остановить промышленное развитие и вообще было бы хорошо без промышленного развития. И вот возникает вопрос, они что, безумцы какие-то, которые боятся любых перемен? Мы считаем их великими умами своего времени, а они что, не догадывались, что пройдет 100 лет и уже не будет почти никаких крестьян, никакой деревни, будет один сплошной город? Что они не догадывались? Они дожили до 20 века. Так вот, кажется, что как раз догадывались. Они как раз видели начало капиталистического развития, и оно им не нравилось. Толстой говорил, вы только посмотрите, присмотритесь, что производит эта ваша хваленая промышленность капиталистическая. В 1880-е годы он поселился в Москве, в районе Хамовники, и вокруг его дома оказалось три фабрики, которые постоянно гудели с пяти часов утра и не давали ему спать. Первая фабрика производила платье, вторая чулки, а третья помаду. И он говорил, ну посмотрите, что эти фабрики производят. Они же производят предметы роскоши для богатых людей. Крестьянам же как-то чулки не нужны, крестьяне же как-то без помады обходятся. А у нас в стране, говорил Толстой, как-то принято грабить крестьян. Вот так традиционно помещики грабили крестьян, теперь фабриканты грабят рабочих. А зачем? Для того, чтобы покупать эти пресловутые предметы роскоши. И чем больше будет этих предметов роскоши, тем больше будут людей грабить. Это что, хорошо? А большие фабрики, заводы, они вообще производят оружие в основном, чтобы убивать людей. Ну давайте, давайте больше производить роскоши и оружие. Сначала всех ограбим, а потом всех убьем. Вот к чему ведет ваша эта промышленность. Вот куда ведет ваш прогресс. С лампочкой, конечно, гораздо комфортнее жить, чем со свечами. Прогресс вообще приносит много комфорта. Но в то же время мы должны и обращать внимание на опасности, которые этот прогресс за собой несет. Победоносцев же больше видел угрозы нравственного характера. Ему казалось, что основой стабильности снизу является религиозность людей, религиозность крестьян. А капитализм и промышленность убивают всякую религиозность и всякую нравственность. А с новой стабильности сверху он видел самодержавную власть. И поэтому всякие демократические институты и парламенты тоже ее подтачивают и могут погрузить страну только в хаос. То есть не должно быть никакой промышленности и парламента, а должна быть религиозность и самодержавие. Толстой хотел помиловать революционеров. Победоносцев хотел казнить революционеров. Но удивительным образом они хотели одного и того же. Они хотели вообще-то несколько оттянуть время, погасить накал этого революционного движения. Но они понимали, что это только полумеры, что Россия в кризисе, ее нужно как-то менять. А что делать? Что делать дальше с Россией? Толстой был анархист. Он выступал против любой централизованной власти и против принципа власти, с которой нужно бороться ненасильственными методами. Он считал, что земля должна принадлежать крестьянам, которые справятся без царя и без помещика. А еще он был за прощение. Он говорил, что мы должны отказаться от роскоши, от оружия, уйти из душных городов куда-то в деревню и жить простой трудовой жизнью, как христиане, и трудиться. Победоносцев был консерватором, но не самым типичным консерватором. Будучи сыном разночинца, он не любил дворян и дворянских привилегий и был идеологом народной монархии или мужицкого царя. То есть он считал, что царь должен опираться на народ без посредников, что царь должен слышать народ и удовлетворять интересы народа, а не богатеев-аристократов. И тогда, может быть, и никакой революции не понадобится. Вот удивительным образом Толстой и Победоносцев оба выступали против капитализма, против дворян, против помещиков. Но ведь и бомбисты, ведь и революционеры, ведь и народовольцы выступали против этого. Они видели будущее России как федерацию свободных крестьянских общин, где не будет царя и помещиков. Только Толстой не мог согласиться с революционным насилием, потому что он считал, что насилие порождает насилие. А Победоносцев не мог согласиться с тем, что они хотели убить царя и разрушить церковь. Уже нами упомянутый Розенов рассказывал историю. В 1907 году он был в гостях у одного митрополита. И тут открылась дверь, и в комнату вошел Победоносцев. Конечно, все сразу обратили на него внимание, он стал центром внимания. Победоносцев выпил чаю и начал говорить. И в какой-то момент разговор зашел о России. И вот этот тусклый человек, как его все считали, как он всем казался, вдруг стал очень воодушевленным человеком. Победоносцев сказал, нельзя жить в России, не понимая ее. Россия – это мир бесприютный, терпеливый, но совершенно темный. И тут на него как будто сошло озарение. Он сказал, Россия – это дикое темное поле, среди которого ходит лихой человек. И вот этот лихой человек, он сказал с каким-то отвращением, но в то же время и со страхом, с ощущением опасности. А если так, – продолжил Победоносцев, – то самое важное, самое нужное в России – это власть. Сильная власть от этого лихого человека, который может наделать здесь бед. И его пальцы огромно сжались, как будто что-то хватая, – писал Розенов. То есть в 1907 году, после первой русской революции, Победоносцев чувствовал близость этого лихого человека, и что власть не справляется. Скорее всего, тогда, в далеком 1881 году, он тоже чувствовал близость этого лихого человека. Тогда, когда народовольца убили императора Александра II, когда Толстой написал новому императору, новому царю письмо с просьбой их помиловать, когда Победоносцев написал записочку с просьбой этого не делать. И тогда новый царь Александр III на этой записочке Победоносцева написал «Не волнуйтесь, Константин Петрович, все будут казнены, я вам в этом ручаюсь». Народовольцы были казнены. С этого момента репрессии только усиливались, а волна террора только поднималась. Кто же из них оказался прав? Может быть, если бы их тогда не казнили, история пошла бы иначе? Значит, все случилось, как предрекал Толстой? А может быть, просто власть тогда оказалась недостаточно сильной, и все случилось, как боялся Победоносцев? Что же касается прогресса, они оба хотели остановить прогресс. Ну как это? Сейчас это кажется чем-то очень наивным – остановить прогресс. Но в то же время, а не придется ли нам с этими ядерными бомбами и с экологическим кризисом в какой-то момент тоже останавливать прогресс, просто для того, чтобы остаться в живых? И может быть, тогда мы вспомним про стариков Толстого и Победоносцева. И может быть, тогда мы подумаем, что в чем-то они были правы. Продолжение следует...